Железный купол на земле и на море. 7 октября 2019 года независимое военное обозрение Железный купол на земле и на море. Наземный противоракетный комплекс Железный купол. Фото со страницы Министерства обороны Израиля В. Флека. Состав и боевые возможности израильского противоракетного комплекса ближнего рубежа В настоящее время в Израиле создана и достаточно успешно действует эшелонированная система противоракетной обороны. Про, одним из элементов которой, причем одним из наиболее важных, является всепогодный тактический комплекс про Железный купол. Англоязычный вариант названия. Он обеспечивает защиту израильских городов и важных объектов на ближнем рубеже. Комплекс в первую очередь предназначен для перехвата неуправляемых ракет, реактивных и артиллерийских снарядов, а также минометных минуты, но при необходимости может применяться и для поражения отдельных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. История создания Железного купола и результаты его боевого применения заслуживают отдельного материала, а то и нескольких, поэтому в данном случае мы рассмотрим только состав этого противоракетного комплекса и имеющиеся на сегодня его модификации различного типа базирования. Главная мобильность. В состав комплекса Железный купол, по данным компаний-разработчика и по информации, которую можно подчеркнуть в общедоступных зарубежных источниках, входит следующая система и оборудование. Пункт боевого управления и контроля, в котором располагаются все командно-контрольное оборудование и автоматизированные рабочие места операторов боевого расчета комплекса. При этом боевая информационно-управляющая система комплекса среди прочего обеспечивает, по данным от РЛС, расчет траектории полета целей и определяет опасна она или нет, то есть подлежит ли перехвату или она не угрожает обороняемому объекту и на нее можно не тратить дорогостоящие противоракеты. Пункт боевого управления и контроля может располагаться на расстоянии нескольких сот метров от места расположения РЛС и пусковых установок, по комплексам, что повышает живучесть батареи. Трехкоординатная многоцелевая РЛС типа L-M2084MMR, которая разработана и выпускается компанией Eltra Systems и представляет собой станцию буксируемого типа, предназначенную для обнаружения и сопровождения неуправляемых ракет, реактивных и артиллерийских снарядов, а также минометных минуты и БЛА. Дополнительное преимущество станции обеспечивает тот факт, что она является аэромобильной возможной ее переброска самолетами размерности С-130. Станция работает в частотном диапазоне С, комплектуется активной фазированной антенной решеткой, АФАР, с большим количеством приемопередающих модулей и современными средствами отображения тактической обстановки, включая многофункциональные цветные дисплеи с высоким разрешением, а также встроенными средствами диагностики и соответствующими тренажерными средствами для обучения личного состава боевого расчета. По данным, изложенным на сайте компании E.E.I., в состав которой входит Элта Системс, станция L.M.2084MMR, имеет следующие основные тактико-технические характеристики. Зона обзора по азимуту в секторном режиме 120 градусов, зона обзора по азимуту в режиме кругового обзора 360 градусов, зона обзора по углу места 50 градусов, количество перехватываемых и сопровождаемых целей в противоракетном режиме до 200 целей в минуту, количество перехватываемых и сопровождаемых целей в режиме обзора воздушного пространства до 1100 целей в минуту. Ошибка определения координат цели в режиме перехвата неуправляемых ракет, реактивных и артиллерийских снарядов не хуже 0,3% от дистанции. Дальность обнаружения целей в режиме обзора воздушного пространства до 256 морских миль, около 474 километров. Дальность обнаружения целей в режиме перехвата комплекса противоракетной обороны 100 километров. Утверждается также, что время развертывания данной станции на позиции с походного положения в боевое не превышает 20 минут. Следует особо отметить, что, по данным компаний-разработчика, особенности конструкции применяемой в составе станции АФАР позволяют наращивать возможности РЛС путем стыковки дополнительных функциональных модулей. Также отметим, что данные РЛС, как и в случае со станциями контрбатарейной борьбы, способны обнаруживать, засекать, точку выстрела снаряда или пуска ракеты. Буксируемая пусковая установка на 20 противоракет и, собственно, сами противоракеты. В типовом варианте в состав батареи включается три ПУ, что позволяет прикрыть от неуправляемых ракет и реактивных снарядов район площадью до 150 кВ, кМ, но при условии, что данные боеприпасы запускаются противником в радиусе 15 километров от обороняемого объекта, а сами ПУ и РЛС расположены наиболее оптимальным образом. Ракета-перехватчик типа ТАМИР В переводе с Эври это ракета-перехватчик, которая представляет собой управляемую ракету класса поверхность воздух, выполненную по схеме УТКА с развитыми аэродинамическими рулями, обеспечивающими ракете-перехватчику активное маневрирование при перехвате цели. Длина ракеты 3 метра, диаметр 160 миллиметров, масса ракеты 90 килограммов, масса боевой части 11 килограммов, максимальная скорость полета 700 метров с ЛЭШ-С, дальность пуска 4,70 километров, максимальная досягаемость по высоте 10 километров. Взрыватель на ракете-перехватчик и неконтактный, по некоторым данным, активный лазерный, боевая часть ракеты осколочно-фугасная, так называемого интеллектуального типа. Система наведения противоракеты «Тамир» комбинированная, на начальном этапе траектории полета по командам коррекции от оператора пункта боевого управления и контроля, на конечном этапе при помощи собственной радиолокационной головки самонаведения. Последняя размещена в головной части ракеты и закрыта пластиковым обтекателем, который отстреливается на конечном участке за несколько секунд до перехвата цели и осуществляет точное наведение ракеты-перехватчика. Одним из недостатков противоракеты «Тамир», по мнению военных экспертов, является отсутствие у нее газодинамической системы склонения ракеты после выхода из ячейки по сторону цели, что позволяет обеспечить ракете-перехватчику более оптимальную траекторию полеток, назначенной ей для поражения цели. Следует также отметить, что с сентября 2014 года работы по ракете ведутся не самой компанией «Рафаэл», которая была подрядчиком по ракете изначально, а уже в рамках соответствующей международной кооперации вместе с крупной американкой оружейной компанией «Рафиан». Работы ведутся в соответствии с подписанным в указанном месяце контрактом стоимостью 149,3 миллиона дол. Вероятно, с тех пор были подписаны и другие соглашения по данному вопросу, поскольку, как сообщил в интервью изданию «Таймс оф Израил», в январе 2019 года Крис Кинг, директор компании «Рафиан», по программам, реализуемым совместно с израильскими партнерами, примерно 70% ракет-перехватчиков «Тамир» выпускается на предприятиях американской компании, расположенных в 26 штатах Америки. Более того, компания «Рафиан» В соответствии с условиями заключенного в сентябре 2014 года соглашение занимается маркетингом на территории США системы SkyHunter, которая фактически представляет собой комплекс «Железный купол». Все элементы комплекса «Железный купол» выполнены в соответствии с требованиями контейнерной технологии, что позволяет достаточно легко транспортировать их на грузовых автомобилях или военно-транспортными самолетами, а также оперативно разворачивать, сворачивать комплекс. Одну батарею комплекса обслуживает личный состав численностью около 100 человек. Стоимость разработки комплекса «Железный купол» и его закупочная цена в разных источниках отличаются, причем зачастую весьма существенно. В качестве одного из наиболее свежих примеров приведем информацию, изложенную Джейсоном Шерманом, журналистом Times of Israel в его статье «1 доллар. 7b. Missile Defense Project» опубликованной в этом издании многоцелевая радиолокационная станция типа «Л-Слэш-М-2084 ММА» 34,7 миллиона дол. Пункт боевого управления и контроля 4 миллиона дол. Пусковая установка на 20 противоракет 1,37 миллиона дол. Ракета-перехватчик «Тамир» 150 тысяч дол. Развитие семейства. Следующим этапом в истории противоракетного комлекса ближнего рубежа «Железный купол» стало создание модификации корабельного базирования. Данный вариант этой системы оружия получил условное обозначение «Кстон». Хотя в ряде источников он также именуется как «Железный купол на море» Впервые информация о данном варианте рассматриваемого нами комплекса противоракетной обороны появилась в октябре 2014 года. О работах по нему на Парижской международной выставке военно-морских вооружений и военно-морской технике «Евронаваль» сообщила компания «Рафаэл». В состав морского варианта «Железного купола» входит 10-зарядная пусковая установка, ракета-перехватчик «Тамир» и корабельная система управления огнем, получающая данные целеуказания от собственных корабельных радиолокационных средств и систем управления огнем. Малые габариты и вес комплекса, по словам разработчика, позволяют устанавливать его на боевые надводные корабли небольшого водоизмещения, корветы, патрульные корабли и ПР, а также морские нефти и газодобывающие платформы. Первые огневые испытания комплекса прошли в начале мая 2016 года. По словам представителя военно-морских сил, ВМС, Израиля полковника Ариэля Шира, комплекс успешно осуществил перехват и уничтожение нескольких ракет, подтвердив способность ВМС Израиля осуществлять защиту стратегических морских объектов от ударов баллистических ракет малой дальности, под морскими объектами, вероятно, понимаются нефть и газодобывающие платформы. Причем на фото и видео с испытаний, представленных тогда в израильских СМИ, а также размещенных позже на сайте компании «Рафаэль», отчетливо видно, что стрельба ведется из пусковой установки, размещенной на взлетно-посадочной площадке, расположенной в корме одного из боевых кораблей ВМС Израиля. А уже 27 ноября 2017 года после успешного завершения испытания системы противоракетной обороны «Железный купол» в ее корабельном варианте базирования была принята ВМС Израиля в эксплуатацию. Испытания имели целью изучения возможностей данного комплекса противоракетной обороны, который раньше имел только сухопутный вариант базирования, по поражению различных целей. Они проводились в течение нескольких дней совместно военнослужащими ВМС и ВВС Израиля, а также специалистами компании «Рафаэль» и управления по противоракетной обороне Минобороны Израиля. «Мы провели успешное учение, ставшее кульминацией работы, которую израильские ВМС и ВВС, а также ряд других участников начали более года назад», отметил в этой связи тогда бригадный генерал Дрор Фридман. Стрельба комплексом «Железный купол» выполнялась по мишеням, имитирующим цели, представляющие угрозу для Израиля. В частности, известно, что в ходе испытания отрабатывались различные сценарии перехвата 122 мм неуправляемых реактивных снарядов реактивной системы залпового огня типа «ГРАД», которые запускались с берега в сторону принимавшего участие в испытаниях корвета «Уралаха» типа СААР-5. Первоначально цели обнаруживала установленная на корвете «Ура» радиолокационная станция «Л-М-2248» «АДИР», в переводе севрита «мошный», «огромный», после чего их перехват осуществлялся боевыми средствами комплекса «Железный купол» противоракета «Метамир». Пуск ракет-перехватчиков выполнялся из стандартной пусковой установки комплекса «Железный купол», которая была установлена на вертолетной площадке принимавшего участие в испытаниях корвета «Ура». Однако новые израильские корветы «Ура» типа СААР-6, как сообщалось, решено оснащать уже подполубной установкой вертикального пуска на 20 противоракет. Израильские военные возлагают на новую корабельную систему противовоздушной и противоракетной обороны «Большие надежды». «Мы оценили преимущества железного купола во время проведения операции «Несокрушимая скала» и намерены, с его помощью, устранить угрозы, существующие для Израиля не только на суше, но и на море», подчеркивал тогда бригадный генерал ВВС Израиля Цвика Хаймович. А самым последним на сегодня вариантом противоракетного комплекса ближнего рубежа «Железный купол», созданным специалистами компании «Рафаэль», является мобильный комплекс «Айдаум», который был представлен данной компанией в рамках работы 53-го Парижского международного аэрокосмического салона, проходившего в Лейбурже с 17 по 20 июня 2019 года. Фактически это уменьшенный во всех смыслах вариант базового варианта комплекса, что нашло отражение даже в названии новой системы оружия. «Айдаум». Это, как можно легко понять, просто сокращенный вариант от «Айдаум». Причем данный комплекс в буквальном смысле был поставлен разработчиком на колеса в качестве мобильной платформы используется автомобиль повышенной проходимости, проще говоря, армейский грузовик, с колесной формулой 6Х6. В отличие от базовой модификации «Железного купола» его мобильный вариант построен по принципу «все в одном» все элементы новой системы оружия смонтированы на одном автомобиле повышенной проходимости, пусковая установка на 10 противоракет, системы управления и контроля, а также малогабаритная радиолокационная станция обнаружения целей наведения противоракет. Причем радиолокационная станция нового комплекса построена уже на базе активной фазированной антенной решетки с четырьмя полотнами, что обеспечивает системе возможность осуществлять полноценный круговой обзор воздушного пространства. Основное предназначение нового варианта «Железного купола» – обеспечение противовоздушной и противоракетной обороны на ближнем рубеже от различных малоразмерных воздушных целей воинских частей, колонн, на марше и на передовой. Однако при необходимости комплекс может быть, естественно, использованный для защиты стационарных объектов. Причем в рекламно-информационном буклете компании-разработчика, посвященном данной модификации железного купола, указывается, может функционировать как самостоятельная отдельная система или как дополнительный рубеж. Владимир Щербаков Заместитель ответственного редактора НВО Право на данный материал принадлежат независимое военное обозрение. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.